Всем привет, это Едим ТВ, меня зовут Евграф, и сегодня я буду готовить коктейль Moscow Mule, московский мул, в рубрике Rich and Bitch. Rich and Bitch это рубрика, в которой я готовлю один тот же коктейль из разных ингредиентов, из дешевых, из средних, из дорогих, а потом ничего не подозревающие дегустаторы пробуют их и пытаются понять, где что находится, что лучше, что вкуснее и так далее. Пробовать сегодня будут ереванские бармены Мгер Габриэлян и Роман Айвазян. Несмотря на название, коктейль московский мул никакого отношения к Москве и к России не имеет. Его придумали два Джона в Америке в 40-х годах. Джон Мартин, директор Смирнов водки, так что в принципе условное какое-то отношение к России имеет. И второй Джон Морган, у которого были залежи имбирного пива, джинджербир, который он где-то там достал, не мог продать, и вот ему надо было какой-то повод, чтобы продавать. Плюс еще есть версия, никто не знает, почему традиционно московский мул подается в таких вот медных кружечках, но есть версия, что у того же самого Джона Моргана было тоже дофига этих кружек, и надо было что-то с ними делать. И вот они поэтому придумали взять водку, взять имбирное пиво, не пиво, да, с имбирем, а вот эта вот газировка ярко-имбирная, и добавить немножко лайма, и вот подавать в таких кружках. Так коктейль получил свою популярность и, собственно, известен до сих пор. Поскольку для видео лучше готовить в прозрачной посуде, в таких кружках было бы не видно, что я там сделал, поэтому я буду использовать такие бокалы Рокс или Олд Фэшн, и в них буду делать московский мул, плюс это запутает наших дегустаторов, и это я делаю совершенно не потому, что у меня всего одна вот такая кружка, и нет четырех. Я сначала соберу все версии коктейля в бокале, и потом уже добавлю лед, чтобы он не таял раньше времени. Итак, первая версия у нас версия Бич. Для нее я купил самую дешевую водку, которую смог найти, Нектар Колоска, ничего не знаю про нее, это в красном и белом, она стоила 281 рубль, это как бы ровно минимальная разрешенная цена на 2023 год в России на пол-литра водки. Водки нам нужно 60 мл, затем нам нужен сок лайма, но я буду использовать сок лайма из бутылочки, это Раух Лиметте, в принципе он себя неплохо зарекомендовал в прошлом видео, где мы готовили коктейль Плантерс Панч, можете посмотреть, ссылки там-сям, тоже Ричн Бич, и я поэтому решил, несмотря на то, что у него аромат сфический, не прямо уж такой лаймовый, а больше какую-то аскорбинку мне напоминает, но он как бы в коктейле вроде нормально, вот и посмотрим. 15 мл. Третий ингредиент коктейля это джинджербир, имбирное пиво, которое не пиво, но для бич-версии я сделал собственный имбирный сироп, который я разбавлю газировкой, сейчас добавлю сироп, потом газировка. Делается очень просто, для этого нужен всего лишь имбирь, лимон один и вода, ну и сахар, извините. Вот, я, значит, поварил имбирь, с цедры еще лимона отсидил, добавил туда сок лимона этого же самого, и как бы еще я, единственная разница с рецептом, который у меня на канале, это я еще добавил туда немножечко натер свежего имбиря, и потом отсидил тоже, так что вот он более такой имбирный стал, там скорее это имбирный эль получается, а здесь имбирное пиво. Я его разбавляю обычно 1 к 5, ну вот так я и сделаю. Имбирного пива нам нужно будет 90 миллилитров, поэтому сироп я добавлю 20, и потом еще 70 газировки в конце. К слову, если вы не пробовали сделать имбирный сироп дома, то сделайте это очень просто и очень круто. Помечаем бич-версию розовым цветом, пока отставляем в сторонку, газировку, кстати, как я сказал, и лед будем добавлять в конце. Переходим к версии норм. Для версии норм я буду использовать водку деревенька, по той простой причине, что мне ее передал в подарок наш один подписчик из Казани, где он ее купил, спасибо ему большое, хотя, пожалуйста, не надо передавать мне алкоголю, у меня бутылок достаточно в жизни, но все равно приятно, вот, единственный нюанс, вот, водка деревенька, она, несмотря на то, что новая, я так подумал, почему она не полная, а из нее просто течет, сейчас не видно это, вот, если ее вот так вот положить, то потихонечку начинает из нее вытекать, значит, протекать, хотя я ее еще не открывал. Есть такой нюанс, вот, видите, это вот целая бутылка выглядит вот так уже, но, тем не менее, вроде должна быть средняя водка, она чуть дороже, там, 330 рублей за пол-литра стоит, и, как утверждает наш подписчик, в Казани, в красном и белом, она лучше, чем в других местах в красном и белом, но, правда, в это как-то не очень верится. 60 миллилитров водки. Поскольку это версия норм, и вообще во всех остальных версиях я буду использовать свежевыжатый нормальный сок лайма, я его надавлю отдельно, чтобы он был везде одинаковый, поэтому давлю 45 примерно миллилитров, по 15 на каждую из трех оставшихся версий. Отмеряю через сито 15 миллилитров, просто, чтобы не было лишних всяких твердых частей. В версию норм я добавлю Томас Генри Джинджер Бир Спайси. Это один из самых дешевых, которых я нашел. К сожалению, ну, есть какие-то, я знаю, российские имбирные, типа этот, Медавариус. Мне, кстати, он не очень нравится, и, к тому же, он не всем имбирное пиво, он не настолько ядреный имбирный. Может, есть какие-то еще? Напишите в комментариях. Но я добавлю вот этот, добавлю его чуть позже, когда придет время. Помечаем версию норм желтым цветом и отставляем в сторонку. Версия Rich. В нее мы добавляем водку Агонян. Спасибо сайту Luding.ru. Она там стоит около 2000 рублей, но это до скидки. Как и в предыдущих случаях 60 миллилитров. Свежевыжатый сок лайма 15 миллилитров. И имбирное пиво у нас будет Fever Tree. Оно самое дорогое из того, что я нашел. На самом деле разница не такая уж и большая. Но, тем не менее, там типа по рублям около 200 с чем-то рублей по текущему курсу она стоит. Помечаем Rich версию красным цветом и отставляем в сторонку. И еще одна версия. Вы спросите, Евграф, как же так? Зачем нам еще одна версия, если уже Rich версия была? Ну, это будет версия Luxury, я назвал. Все будет то же самое, что и в предыдущей версии. Кроме того, что я буду использовать свой домашний имбирное вот это свое пиво. Мне кажется, что будет лучше. Но посмотрим, вот и сравним. То есть версия Luxury от версии Rich будет отличаться только тем, что я налил туда свой имбирный сироп. А так, те же 60 мл водки. Тот же сок лайма 15 мл. И мой добрый имбирный сироп 20 мл. Помечаем синим цветом. И пришло время добавлять лед и газировку. Наполняем все бокалы льдом. И наливаем сначала просто газировку в версию Luxury и в версию Beach по 70 мл. А также в версию Norm имбирное пиво Thomas Henry 90 мл. А в версию Rich Fever 3 тоже 90 мл. И украшаем долькой лайма. И так у нас получились. Версия Beach. Водка, нектар, колоска, сок лайма из бутылки, домашний имбирный сироп. Версия Norm. Водка, деревенька, сок лайма, имбирное пиво Thomas Henry. Версия Rich. Водка, огонян, сок лайма, имбирное пиво Fever 3. И версия Luxury. Водка, огонян, сок лайма и домашний имбирный сироп. Прежде чем я позову дегустаторов, я хочу поблагодарить всех наших платных подписчиков на Boosty, Patreon и спонсоров на YouTube. Спасибо вам, вы очень сильно помогаете нашему каналу. А если вы все еще не подписались, но можете себе это позволить, то приглашаем вас в нашу дружную семью. Платные подписчики получают доступ к дополнительному видео каждую неделю. В спонсорский чат секретный, и там много всяких разных плюшек, приятных и прибамбушек. А также помогает нашему каналу. Подписаться можно, если вы в России, на Boosty, и если вы не в России, на Patreon, либо на YouTube. Спасибо большое, ссылки в описании. Переходим к дегустации. Пробуйте. Все, тогда начнем отсюда. Да, Роман? Так пойдем. Слева направо. То есть с красного. С красного. Здесь опять Old Castle, да, где-то? Везде. Ну, трудно не догадаться. Не говори, не говори. То есть я скажу. Давай, скажи. Ну, скажи. Если ты понял, как ты... Я здесь напишу. Он гавен, как форста. Трудно, да, догадаться вкус этого продукта. Вкус Москва Мюллэ, да? Ну да, все правильно. Я не буду спорить. Да, чувствуется имбирь там. Да, и водка чувствуется. Вижу лайм. Лайм вижу. Я не стал в кружках делать. Да. Ну, это средненький. Это такой, да? То есть, что вкуснее, что хорошее. Ну да, да, вы уже знаете, что. Окей. Ладно. Значит, красная была средненькая, пока сказали. Желтая. Я ничего не сказал. А, ладно. Ну, ты попробуй, я сейчас... Я надеюсь, четыре разных коктейля. Ереван Мюллэ это. Ну, кстати, Ереван Мюллэ, если будете в каком-нибудь ресторане, где это подают, типа Кунтхауса. А у вас делают? Да. В Буддахолле тоже, пожалуйста. Ереван Мюлэ это придумал Георг Габриэль, да? Ну, ладно. Просто твист на Москва Мюллэ. Я не сказал бы, что это я придумал. Ну, ладно. Ну, твист. Ты придумал твист. Короче, вы там что-то уже все попробовали, еще ничего не говорите. Здесь имбирь не чувствуется, а здесь тоже. Так, в желтом и розовом Рома не чувствует имбирь. Сейчас, подождите, я сейчас... Красный, он сказал, средненький. Да, в красном чувствуется имбирь. Давайте как-то по очереди. Лоу. Это пока на последнем месте. Розовый не очень. Какой-то жареный вкус. Жареный розовый. Да, жареный водка. Хатушный последний. Третья. Короче, вы сейчас все попробуете, а потом скажете. Вроде я их перемешивал, но смотрите, может быть... Это предпоследний. Давай перемешиваем на всякий. На всякий случай. Может, там лед подтаял? Ну, он немножко подтаял, но он везде одинаково подтаял. Там лаймовый сок добавил или молния? А как ты думаешь? Мне кажется, лаймовый. Мне кажется, по-разному. Ой, господи, это на четвертом месте. Это да, это очень... Даже я не хочу пробовать. Да, розовый на четвертом месте. На последнем месте. Это, мне кажется, речь-мерсия. Вот такой непонятный что-то. Да, здесь вообще непонятно, что происходит. В общем, желтое первое, красное второе, синее третье, розовое четвертое. У меня тоже третий, четвертый, а вот здесь я сейчас посмотрю. Я точно уверен только в четвертом. Остальное вот. И третий такой ближе к четвертому, а эти два очень похожие. Ну, у меня первое место красное, потому что если это Московый Мюл, то там чувствуется и мир. Хорошо чувствуется. Так, как надо. Первое, второе, третье, четвертое тоже. Понятно. Что-то такое. Хорошо. Ну, на этот раз вы не обичинспекторы, потому что действительно розовое – это самые дешевые. Там водка, нектар, колоска. И, ну, мне кажется, самый дешевый водок, который вообще я нашел. Их много таких. Но я почему-то думаю, что проблема здесь не с водкой, а в том, что… Имбирь? Нет. Не пиво, другая. Вот. Лимон-лаймовая вот эта вот водичка. В прошлый раз, когда мы готовили Плантерс Панч… Не используйте это. Да, Плантатора. А, кстати, вы ничего не сказали. То есть оно в шейкере как-то нормально там. Да, да, да. Ну, там прям пять ингредиентов. Там больше ингредиентов. Да, да. А здесь прям сильно чувствуется. Вот то, что я говорил, как асхарбинка немножко пахнет. Попробуй. Вот. Аптекой пахнет. Ну, да, да. Что-то такое. Типа они пытаются… Да, вот какой-то запах жареного пластмасса. Плюс там мой имбирный сироп, который я сам делал. Плюс газировка. Что себе? Это же ты должен был в рыч добавить. А я сейчас расскажу. Может, там тоже есть. Да. Имбирный сироп. Да, вполне имбирный, вполне сироп. Имбирь варишь в сахарном сиропе. Да, я еще добавил туда цедру лимона, пока варил. И потом еще сок лимона добавил в конце. И немножечко свежего имбиря. Вот, дальше. Значит, это у нас последнее место. Правильно. Ну, тут не то, чтобы… Ну, да, в принципе, можно сказать. Ну, когда ингредиентов мало, там легко. Синие – это у вас предпоследнее, правильно? Да. Вот эта версия, видимо, все-таки виноват мой сироп, потому что там тоже. Это лакши, самая дорогая версия. Там водка. Да. Но там просто… Мне кажется, водка вообще не моя. Водка гоняет. Да, если водка не совсем по-поршивой. Есть водка хорошая? Нет, есть водка плохая и нормальная. Все, хорошего нет. Да. Я попытался, то есть, походу, все-таки мой имбирный сироп не настолько классный, как в этих версиях, раз вы поставили на последнее место. Идем дальше. Версия, значит, у вас тут первое и второе место разные. Желтые, ну, в любом случае, они оба первое и второе место. Желтый – это версия норм. Там водка деревенька, но зато здесь Томас Генри. Имбирное пиво. Я не знаю, я, наверное, даже лучше вот так буду делать. Я даже не помню, первое место у меня это или… Это у тебя первое. У тебя первое, а у Ромы первое место. Это три сен должен быть. Вот, да. Бэмс. Нет, фиво три. У меня есть три сенс, кстати, но у меня недостаточно. А водка? Красный – это рич, там тоже Аганян. А, то же самое. Я, короче, решил сделать две версии. Вот эти две версии, они отличаются только имбирным лимонадом. Здесь мой. Здесь фиво три. Ну, в принципе, я… Я считаю, ему не плохо. Не очень-то слишком. Для меня это чересчур имбирно. Ну, это так и должно быть. Я так не считаю. Я, по-любому, не люблю москому. Ну. Я, я, вот, например, добавлю чуть-чуть медового сиропа. Для себя, если готовлю, вот более приятно. А здесь вместо газировки ты что-то… А, ну, бужни. А. А, окей. Ну, она, как бы, более-менее нейтральная. Ну, да. Я меня непонятно… Я могу вам сделать просто налить, кстати. Хочу вам свой этот дать попробовать отдельно. Это имбирный сироп? Ну, не сироп, а я могу газировку сразу. То есть, как имбирный лимон будет. Тридцать сиропа. И, соответственно, 150, да, этого газировки. Газированный лимонад. Газированный лимонад. Желательно не минеральный. Ну, да, это чуть меньше. Бэмс, просто попробуйте. Интересно, что вы скажете. Ну, я согласен. Хотя я не согласен. Мне нравится. Ну, это первое место, да. Не, ну, я не могу сказать. Ну, смотри, это больше похоже на разбавленный джинджер-хель. То есть, сладкая часть. Он мягкий, да. Мягкий такой. Не жесткий, как джинджер-хель. Блин, может быть, там лимон осел. Там ему кислоты не хватает. Там его и… Ну, смотри, как лимонад. Ну, чтобы добавить на основу лимонада, это супер. Ну, да, да. Сразу ты добавляешь, там чуть-чуть лимонного сока. Недостаточно имбирным. Становится, да, имбирным лимонадом. А как джинджер-хель слабенький. Да, да, да. Не как эксперты. Ну, ладно. Ну, вот так, в общем. Но все равно молодец, Югра. Да, да, ты стараешься. Молодец. Ну, ладно, ладно. Не надо меня успокаивать. Да. Такое видео, выводы делайте сами. Все, как бы, все… Не слышите нас. Вкусный сироп. Да. Нет, ну, если вы делали по моему рецепту, напишите тоже, что у вас там, что вы думаете. Да, кстати. В этот раз я делал немножко иначе. Я уже рассказывал. Я вот еще натер в конце свежий имбирь. То есть я натер его в сок лимона. Подождал, пока там все сварилось. Ну, отдельно. Потом, когда я добавлял сок лимона, я уже отсыдил имбирь свежий. Ну, плюс еще варил, как бы, имбирь, который, значит, нарезал я. Ну, в общем, вот такие дела. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на 200 грамм. Стоит на Рому и на Мгера. У них все это есть. Мы, кстати, увидим ТВ тоже. Но увидим ТВ, главное, это Телеграм, на который вам обязательно надо подписаться. Ссылки в описании. И там откроемся. Да, там тоже. Там они оба есть, да. Правда, у меня пассивные там. Это много дел. Просто зрительные. Спасибо сайту loading.ru. Если вы хотите получить скидку 35%, используйте промо-код едим.тв. Намного из того, что мы сегодня использовали, это работает. Ну, конечно, кроме того, что там бестпрайс, спеццена, уже со скидкой на это не работает. На остальное, yes. Ссылка тоже в описании. Всем спасибо, до новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok